С толком, с расстановкой, в утреннем развороте. А у нас это был? В контакте с информацией. Эхо Москвы. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». 17 часов и 20 минут. Это программа «Особое мнение». Архан Джемаль сегодня представляет свое особое мнение. В начале этого разговора у вас промеркнула фраза, что мы пошли воевать с ИГИЛ, которая еще неизвестна, здесь есть или нет. А вот история с Варварой Карауловой, она разве не про это? История с Варварой Карауловой – это очень грязная, некрасивая история, потому что, по сути дела, девушку сажают за то, что у нее роман с Эгишом. В этом есть какая-то психологическая месть. Девушка влюбилась в крутого ИГИЛовца, а не в такого вот конформиста в погонах. Вот теперь ее сажают. Вот и все. Ну, тут еще как бы очень специфическая роль ее отца, который ее вывез из Турции в Россию, хотя было совершенно понятно, что это наихудший для нее вариант. По уму ее нужно было, конечно, оставлять в Турции, как это часто делают чеченцы. Если у кого-то сын за Эгишевал, его удалось оттуда достать или там не допустить, его, как правило, не возвращают в Россию, его оставляют жить в Турции, подальше и от того зла, и от этого зла. Ну, там-то она еще ближе становится к человеку, за которым она поехала. Там-то ее как оградить от этого? А почему? А как можно? Вы знаете, есть очень известная история про юную девушку и юного мальчика, семьи которых хотели оградить их друг от друга, закончилась смертями и того и другого, называется Ромео Джульетта. Нет повести печальнее на свете. Но ведь тот человек, за которым она поехала, он уроженец Татарстана. Он тоже, в общем, не из Сирии, не из Ирака, не из какой другой страны. И получается, что... Вот вы говорите, что это есть некая история мести, да, за то, что девушки влюбляются вот в таких вот радикальных и, в кавычках, крутых парней. Но ведь этот парень, он тоже не с другой планеты прилетел. Ну, здесь вырос, значит, получается, что упустили где-то еще раньше ситуацию. Ну, он вырос, был, а до того, как он стал эгишом, он был, насколько я понимаю, фанатом спортивным. Насколько я понимаю, они познакомились именно вот на базе тусовки вокруг фанатов ЦСКА. Ну, в одной из групп в социальной сети. Так что, а с фанатами ЦСКА у нас, например, там МВД заигрывало. И вообще они считаются патриотичным оплотом режима, входят в этот НОТ, или как там это называется, где там, вот Золодостанов там, и Клинцевич, и же с ними. А это до сих пор существует? Я думала, что вот такие истории про политический ресурс, такой радикальный в фанатской среде, он немножко ушел на второй-третий план. Ну, в свое время их использовали в таких оперативных мероприятиях, в основном менты, те же самые. А потом Владиславу Юрьевичу Суркову пришло в голову, что это можно использовать и как политический ресурс. Это было в середине нулевых, когда стали создаваться различные молодежные патриотические организации. Потом оказалось, что эти патриотические молодежные организации стали использовать и для разборок, и для избиения журналистов, и для избиения общественных активистов, и для многого чего. Но все равно они остаются вот таким вот социально близкими. Вот, хорошее слово. Футбольные фанаты, они для власти социально близкие. И пока человек футбольный фанат, с ним все хорошо. Как-то странно их судьба складывается. Из одной спортивной организации человек может пойти либо в патриотический проект, значит, и там заниматься площадями и всем остальным, а может пойти в ИГИЛ. Ну, все зависит от степени конформизма. От степени конформизма по отношению к своему государству? От степени, почему к государству? К ситуации, которая складывается вокруг себя. Ведь на таком политологическом языке это называлось создание социальных лифтов. Если ты будешь хороший, если ты будешь правильный, то ты из некого мутного бизнесмена станешь министром по делам молодежи, станешь депутатом, будешь встречаться с Путиным, телеведущим за то, что ты так ловко сказал, что мы стали более лучше одеваться. То есть много чего может хорошего произойти с тобой, если ты будешь правильно себя вести, правильно говорить и правильно думать. Это конформизм. Но есть люди, которые не желают правильно говорить и правильно думать. И кто-то из них идет и в исламское государство в том числе. Ну, это же тоже вопрос безопасности той же власти, да? Вот раньше, чтобы обеспечить себе определенную поддержку, в том числе на каком-то институциональном уровне, вот ему, этому государству, нужно было желание с другой стороны. Желание человека, который готов пройти через этот социальный лифт, пойти работать в условную Росмолодежь или там, не знаю, общественную палату, еще куда-то. А теперь получается, что если не доглядеть за этим человеком, если от него не получить этого энтузиазма, то он уйдет воевать против тебя же. Ну, смотрите, суть-то простая. Когда от человека требуются не какие-то профессиональные качества, не какие-то навыки, не какие-то знания, не какое-то у меня организование, а холуйство. Вот тогда вот это и происходит. Вот социальный лифт, это, в принципе, поощрение за холуйство. Ну, как? Или за готовность вести там некую партийную работу, которая может быть и не холуйством. Это могут быть какие-то там, не знаю, проекты образовательного уровня. Теоретически, возможно, возможно. Я как-то не помню о проектах образовательного уровня, потом проекты образовательного уровня бывают разные. Вот, например, один из лучших проектов образовательного покроя, который я вот на моей памяти в последнее время был, это вот Арзамас Академия. Что-то я вот не вижу, чтобы Дзитко как-то вот поощряли, поднимали, поддерживали и так далее. Потому что вот он нехороший человек, неправильно он думает про Путина, про Единую Россию, про власть. Я все просто пытаюсь найти какие-то варианты. Вообще государству есть, что предложить этим людям, которые готовы на другие опасные варианты? Хоть какую-то альтернативу там для них имеют? Пожалуйста, Донбасс. А я думала, что это уже все. Ну, была, была. Может быть, сейчас еще что-то придумают. Придумают социального или придумают военного? Потому что тут, знаете, разница... Мы сказали опасное. Вы сказали опасное. Опасное — это в военном больше опасного, чем в социальном. То есть для таких вот рисковых адреналиновых ребят можно всегда придумать войну. Но это такая работа сезонная. Они сегодня там, а потом они вернутся, то у вас только украинцы, да? Ну, на Украине она оказалась сезонная. А у них уже такие навыки есть. Она оказалась сезонная. А в Сирии, я думаю, что это надолго. И думаю, что там будут наращивать контингенты. В том числе за счет добровольцев. И в том числе за счет частных военных компаний. У вас, кстати, часть наших слушателей спрашивает, а будет ли сухопутная операция в Сирии? Я думаю, что да. Я думаю, что неофициально она уже в некоторых масштабах имеет место быть. В каких, например? Ну, есть, поступает информация, степенью достоверности пока остается под сомнением. Но поступает информация, что наши бойцы, русские бойцы, стали появляться за пределами военных баз. То есть участвуют в качестве пехоты. Хорошо, а сухопутная операция нам зачем? У нас денег вот сейчас не очень много. Это все требует определенных вложений, людей, ресурсов. А я думаю, что на самом деле есть две точки зрения. Вот одна из них была озвучена, так очень намек был проброшен. Когда было сказано, что, собственно, мы в Сирии до тех пор, пока мы поддерживаем наступление сирийской армии, асадовской армии. Что, ну, пока они наступают, мы делаем. Если-то они вот перестанут, мол, то... То и нам это не очень радует. Да, то есть, в принципе, выявило это как... Это сразу было после теракта, и выявило это как вот некий намек, да мы можем, собственно, и спрыснуть оттуда. Думаю, что есть другая точка зрения. А чтоб уважали, нужно до конца идти. Пацаны заднего не врубают. Ну, тут же какая-то здравая логика-то должна быть, какие-то тормоза, которые взвешивают... Да нет здравой логики, есть психология, наша политика психологична. И это психология одного человека. А окружение, а так называемые элиты, там вот с этим все нормально, все поддерживают такую логику? В принципе, была же информация, что все были против, а он вот был за, и вот принял решение. И все у нас принимается решением одного человека. В конечном итоге, да. У всех остальных есть право совещательного голоса, но не более того. Это очень печальный какой-то такой сценарий, потому что, ну, всегда кажется, что есть какой-то там тормоз, который до определенного момента молчит-молчит, а потом выстрелит, и какая-то здравая логика все равно прагматичная победит. Ну, не знаю. Вот вы все время говорите о здравой логике, подразумевая, что есть что-то рациональное. Нет рационального. Нет рационального. Есть система отношений нашего лидера с другими лидерами. Есть бэкграунд обид. Есть бэкграунд... ...разочарований. И это определяет все. Арханжемаль, его особое мнение. Сейчас короткая пауза. Скоро вернемся в эту студию. Нет, ну как, ну это же нужно... ...это тоже правда. ...содержание цитаты из Библии Корана Танаха и Ганжура. Документ вне с Нижней Палаты Владимир Путин. Нет, ну как, ну собственная логика может возразить. Там ты же прописал траты на то, то и то. Ага, спасибо. А, я видела, да, спасибо большое. Это закон о священных текстах. Тебе же нужно чем-то там послезавтра платить зарплаты, пенсии, соц. выплаты любые и все остальное. Ну, пока у нас просто замораживают, там, пенсионные накопления и все, используют их по своему усмотрению. Да, мне кажется, они даже перестали вообще что-то об этом говорить относительно там следующего года, позаследующего года и все остальное. Это правда. Михаил Прохоров, бомж. Прохоров был прописан здесь последние шесть лет. Владелец группы «Анексим» был зарегистрирован в комнате местного общежития. Прохоров, как добавляет агентство заплатив налогов, примерно 16 миллиардов рублей, чем увеличил краю доходы в бюджет примерно на 15%. В Москве сейчас 2 градуса, давление 733 миллиметров оттутного столба. Завтра днем в городе ожидаются небольшие осадки, плюс 2, плюс 4. Яков Шароков, служба информации, Эхо Москвы. История звучит практически как рассказ о том, как Рокфеллер торговал яблоками по 5 центов. А, вообще это был лучший, так субъективно, лучший, конечно, гражданин-поэт про далеко в селе Еруда, глубоко в селе Еруда, вдалеке от здешних дел. Начинался он, по-моему. Тоска у нас с вами в вопросах. Все вспоминают про, что еще делали нехорошего менты. Реклама на радио Эхо Москвы. 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа Эхо. По будням в 6 часов вечера. Эхо Москвы. Перед употреблением встряхиваются. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». 17 часов 34 минуты. Добрый вечер тем, кто вдруг только что присоединился. Эта программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиш. «Особое мнение» сегодня высказывает и представляет журналист Архан Джамаль. Плюс 7-9-8-5-9-70-45-45. Телефон для ваших смс-сообщений. Один из наших слушателей спрашивает, а какой вы видите итог наших войн? Украину замели Сирии. А из Сирии как выбираться будем? Я не знаю, как будут выбираться. Я считаю, что самое оптимальное в этом деле – это освоить американский опыт, вьетнамский. В свое время там была сказана замечательная фраза. Теперь, когда очевидно, что мы проиграли, нам нужно громко заявить о том, что мы победили, и быстрее бежать оттуда. А тут внутренний зритель все поймет правильно, да? Ну, все, мы выполнили задачи, мы все сделали, все, что от нас зависело, остальное от нас не зависит, все. Пожалуйста, благодарное человечество может поаплодировать, а мы пошли домой. А как же постоянно держать в напряжении зрителя телевизора? Тут же нужно какой-то постоянный, серьезный адреналиновый проект, нет? Можно какие-то другие все-таки проекты придумать. Мы же живем там много уже, мы разные периоды помним. Но был же период, допустим, 90-х годов, как-то без особых войн, шикарное телевидение было. Ну, там были другие экономические сериалы по телевизору. Они сейчас будут, с экономикой не все в порядке. Но если с экономикой не все в порядке, тогда... Не все в порядке с рейтингом «Единой России». Есть вещи значительно более актуальные и безопасные. Вот можно без... не такими кровавыми способами держать в напряжении телезрителя. А я думала, что нас как раз успокаивает по поводу экономики. Вы не волнуетесь, все ничего, все хорошо, не так все плохо, мы не будем хуже. Ну вот можно создать в это в сфере интригу и как бы не пролив ни капли крови держать зрителя в напряжении. Вот по поводу экономики и социального года, так сказать, ну, давно уже говорят про перспективу повышения пенсионного возраста. Сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что, в общем, никаких противопоказаний к такому плавному увеличению пенсионного возраста нет. Более того, это еще и в каком-то мере даже полезно. Я процитирую. Сохранен. Самыми последними уходят именно профессиональные автоматизмы и стереотипы. А правильный подход или неправильный? Ну, что значит правильный или неправильный? Правильный подход мы имели в свое время, когда у человека был выбор, уйти на пенсию или продолжить работу. Люди разные, они находятся как бы в разном состоянии и в разном психологическом состоянии, в разном физическом состоянии. У нас же не спрашивают, нам же не предлагают, хотите вы дальше сохранить активность, поддерживать свои профессиональные навыки. Мы предоставим вам такую возможность. Совсем не обязательно вам идти на пенсию, отдавайте свои силы. Понятно, что сокращение, увеличение пенсионного возраста это никакая не забота о пожилых людях, это решение экономических проблем. У нас же вот оттяпывают накопления постоянно пенсионные. Это что тоже замороженное? Замороженное. Замороженное значит не отнято, а замороженное. Может быть когда-нибудь. Да хоть горшком обзавили, лишь бы в печени сажали. Но на самом деле я отношусь к этой вещи так. Я очень не люблю этот режим. Очень не люблю. И я надеюсь, что когда-нибудь он кончится. И вот в этом свете я приветствую идею поднятия пенсионного возраста. Чем хуже, тем лучше. Интересная логика. Пусть у этого режима будет покороче век. Ну те, кому там сейчас 57-58 лет, они-то не виноваты. Да, но их дети, а собственно расходы по содержанию своих родителей будут переложены на них, они будут меньше любить эту власть. А вам не кажется, что их дети, равно как и сами родители, они к этой власти, как к любой другой, относятся как к погоде? Ну, нравится она? Нет. Она, наверное, мне не нравится. Ну, что поделать? Бывало и хуже. Ну, в какой-то момент, как погоде, но мы же помним, что был 2011-2012 год. А чем он закончился? Ну, он закончился, он нормально закончился. То есть он закончился поражением этих сил. Но битва-то была. Битва-то была, но мне кажется, итог этой битвы заключается в том, что тем, кто еще был к ней как-то готов, сказали, вот, посмотрите, там у нас есть десятка-три человек, они сроки получили. На будущее, если вдруг у вас возникнет еще мысль, то вы вспомните, пожалуйста, про вот эти приговоры. Да, да, да. То есть тем самым, в принципе... Сделали как бы следующий вот шаг на лесенке. Там, да, тут на болотные кидались камнями, кажется, там, сотрудников полиции. Ну, будет оградиться, там, да, это было бы на самом деле неплохо, чтобы вот возникло вот это наше, а вот это ваше. Вот он, мы забираем вот себе нефть, а дальше вот живите, как хотите, мы вас не трогаем. Такого же никто что-то позволит сделать. Это не люди теребят государство, там, да, это государство теребит людей. Про наше общее, что называется, хочу вас спросить. Вот сегодня в Следственном комитете начали отчитываться о первом этапе новой экспертизы по делу о гибели царской семьи. Завершен этот самый первый этап. Вот пока старший следователь, криминалист, главный управления криминалистики СК Владимир Соловьев отчитался, что исследования подтвердили подлинность черепов последнего российского императора Николая II и его супруги Александры. Там можно более подробно у нас на сайте прочитать, много где можно прочитать. Но почему именно сейчас пошла, ну вот это что ли не вторая волна, но некий новый этап идентификации и попытки закрыть этот вопрос, наконец? Ну, не знаю, почему именно сейчас. А почему сейчас вдруг возникла тема, а давайте мы сюда перевезем кого-то из царствующего дома Романовых, поселим в Крыму, в Ливадейском дворце, примем закон о гарантиях и так далее, и так далее. С кем-то там переговоры ведутся из них. Я не знаю, это, видимо, все-таки такая идеологическая штука. Но что касается экспертизы, я вам хочу рассказать две истории. В свое время я пересекся с таким профессором Звягином, который принимал участие в работе на той самой первой экспертизе царских останков, которую не приняла Русская Православная Церковь. Я познакомился с ним, когда он удостоверил, что найденные костяки в районе под Костромой, в районе Ипатьевского этого болота, что это действительно Иван Сусанин. Но тогда я его спросил, а вот почему РПЦ не признала эти останки царскими? Вот в чем дело? И он довольно наивно, неожиданно мне рассказал следующую вещь, что размер ноги у костяка и размер головы не совпадали с известными размерами, которые известны, потому что ссоря снимали мерпу, шили ему фуражки, точали сапоги. И нога оказалась меньше, чем было по тем меркам, голова больше. И тогда он сказал мне потрясающую фразу, что, вы знаете, я же анализировал, я комплексную экспертизу проводил, я же не только костяк мерил. Я кинохронику отсмотрел и пришел к выводу, что царь заказывал сапоги себе большего размера, а фуражку меньшего, чтобы казаться повыше и покрупнее. И вот когда я это услышал, я подумал, наверное, все-таки не зря РПЦ не согласилась с результатами той экспертизы. А что касается генетической экспертизы, я вам напомню другую историю. В свое время в отношении Мурата Карданова, участвующего в нападении на Нальчик, было приостановлено уголовное дело в связи со смертью этого человека, была проведена генетическая экспертиза, у его матери взяли анализ крови и установили с вероятностью 99%, еще 5,9%, что вот это он и есть, вот этот труп, это его труп. А через три года этого человека задержали, и особый смак этой всей истории придает то, что у реального Карданова была проведена операция, у него были удалены 6 ребер. То есть люди, которые проводили экспертизу, не могли не заметить, что у человека вот эти же ребра, которые по бумагам, по документам удалили, и задаться вопросом, как же это может быть такое. То есть фактически генетическая экспертиза штамповала и легализировала опознание, проведенное с помощью агентов. Доверия у меня нет к нашим генетикам. Ну уж не на уровне-то, мне кажется, экспертиза царской семьи. Дело государственное надо. Дело государственное надо, поэтому царь будет царь? Царь будет царь, а Карданов будет Кардановым. А то, что вы через три года как бы нашли в сарае в его же доме, прячущемся все эти три года, это ничего страшного. Почему так долго вообще мы не можем закрыть эту историю? Это же дело не только об экспертизе, наверное, но дело о каком-то вообще массовом сознании. Скрепы. Скрепы ищем сейчас? Скрепы. Романовы — это наши скрепы, это связь времен. Потому что, в принципе-то, во главе страны стоят люди случайные, временщики, которые попали в эту ситуацию. Случаем так вышло. Ни один человек в 98-м году не мог сказать, что та группа, назовем ее питерские, что она поэтапно шла, неумолимо к власти, пробивалась, что у них была программа, что у них была стратегия. Нет. Случай привел эту группу и вела она себя во многом именно как рвачи, вот дорвавшиеся до власти. И ротации в них происходили. Вы вспомните такой ближний путинский круг начала нулевых, где он сейчас? В Лондоне скрывается. Кто-то умер, кто-то затравлен. То есть случайные люди-то оказались у власти, а им нужен такой вот эшелон, им нужна преемственность. Только непонятно, как же тут в одну преемственность уместить, как можно сделать скрепы из той самой исторической памяти, которая про царскую семью, там, где Войковскую переименовать пока не могут. И не дай Бог, кто-то заикнется там о мавзолее. Ну а что ж, все наше наследие. Англичане же живут и с Карлом Первым, и с Кромвелем. И ничего. Дух противоречий в нашей главе. Да и так везде. Спасибо большое. Это было особое мнение. Особое мнение сегодня представлял журналист Архан Жемаль. Меня зовут Аксана Чиж. Большое спасибо всем тем, кто участвовал, сдал вопросы и комментировал. Всего вам доброго и всего хорошего. Твои... Жемаль, посиди, пожалуйста, две минуты. Чего, вопросы? А, я как вам удобно. Ой, Жемаль, приятнее с вами говорить. Только почему Кострома-то у вас возникла в Астанках по-царскими, я имею в виду, в первой серии? Нет, я познакомился на конференции в Костроме, посвященной Ивану Сусанину. А экспертизу как раз проводил тот же эксперт, который занимался... То есть, у вас там как-то в одном предложении, ну, Патевское болото, которое там недалеко от Костромы, что-то вот так вот зацепилось. Наверное, я совместила просто. Да? 33 года назад умер Брежнев. Почему часть соотечественников тепло вспоминает годы застоя? Ну, потому что это было самое беспроблемное время. Это вот... Брежневские времена, это вот нулевые наши. В 73-м году подскочила цена на нефть после очередного арабо-израильского конфликта. То есть, никто не голодал, не было безработицы, никого не выжимали. Мы делаем вид, что мы вам платим, а вы делаете вид, что вы нам платите, а мы делаем вид, что мы работаем. Это было особое беспроблемное время, заточенное на потребление. То, что вот сейчас вот машины, квартиры, ипотеки, тогда это были джинсы, там, я не знаю, дубленки. Но ведь это не важно, что именно. Главное, что ты как бы чувствуешь, что ты приобретаешь чего-то. Это, знаете, Пелевин очень хорошо описал. Вау-анальный эффект. Вау-импульс, по-моему. Там, по-моему, ну, что-то в этом дуще. Что настораживает в официальной версии убийства Бориса Немцова, якобы по инициативе Руслана Махудинова? Отсутствие мотива. 58 лет назад роман «Доктор Живака» был напечатан в Италии. Почему это событие роковым образом отразилось на судьбе Бориса Пастернака? Потому что этот роман был напечатан в Италии, а не в Советском Союзе. Человек доверился капиталистическим иностранным издательствам. Сам роман... Ну уж, ни в какой ряд вместе с, допустим, схождением по мукам, как литературное произведение, стать не может. И, собственно, вот, и вот таким вот жирным сделано именно то, что вот он был напечатан в неправильном месте. Убедительно ли выглядит обвинение в адрес общества «Мемориал» в призывах к свержению действующей власти и смене политического режима в стране? Я не думаю, что вот эти достаточно честные, но при этом беспомощные люди могут свергать этот режим или даже хотя бы что-то сделать. Но они ему не... ...с места не обойтись. В клинике Медик-Сити высококвалифицированных... Продолжение следует...